Привет, друзья! Не так давно у меня на канале был ролик с распаковкой Huawei P10 Lite, а сегодня мы рассмотрим его подробно в обзоре. По традиции компания Huawei вместе с новым флагманом показала и его облегченную версию P10 Lite. Вообще он похож на немного урезанный P9, но по характеристикам и материалам исполнения все не так просто. По заявлению производителя, именно они и позволяют называть P10 Lite младшей версией новейшего флагмана, а не просто очередным среднячком. Достоин ли смартфон такого названия? Давайте узнаем. Как только первый раз берешь смартфон в руку, Huawei P10 Lite выглядит очень знакомым. Стоит отметить, что Huawei уже давно не экспериментирует с дизайном. Ну типа, если можно Apple, почему нельзя нам? Поэтому многие смартфоны компании сильно похожи на своих предшественников. Это я про P9 Lite. Вообще можно сказать, что новинка получила лишь чуть более скругленную форму корпуса и стеклянную заднюю панель вместо пластика. Но я присмотрелся и, знаете что, у P10 Lite есть еще некоторое количество отличий. Например, круглый ободок основной камеры и вспышки на сей раз одинарный. И одна решетка снизу вместо двух, располагающихся по обе стороны от USB порта. Разъем, кстати, зажмотили и тут установлен не USB Type-C. Да, Huawei говорит, что это флагман. Да, он без Type-C. Да, смартфон 2017 года. Вообще, изменения в дизайне идут на пользу. Он выглядит более аккуратно и элегантно. Очень интересно, Huawei P10 Lite смотрится в сапфировом синем цвете с блестящей пленкой под тыловым стеклом, которая красиво переливается в зависимости от освещения. Что за стекла использовала компания для смартфона, не уточняется. Но известно, что они имеют седьмой уровень твердости по шкалам MOSA. Это означает, что ни монетами, ни ключами, ни даже ножом поцарапать их не удастся. Смартфон оснащен 5,2-дюймовым экраном с разрешением Full HD. Матрица LTPS, но традиционных для нее блеклых цветов нет вовсе. Картинка, откалиброванная по умолчанию, радует цветопередачей углами обзора. В настройках можно максимально точно настроить акцент по своим предпочтениям, сделав теплее или же холоднее. В целом экран оставляет положительные впечатления. Восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 658, установленный в P10 Lite, неплохой выбор для среднего класса, обеспечивающий плавную работу интерфейса. В современных же играх вы всегда сможете рассчитывать на комфортную игру без проседания частот кадров, но не всегда с максимальной графикой. Не люблю говорить про синтетику в своих обзорах, так как информация в духе этот смартфон набирает 6278 баллов в Antutu, никому не нужны вовсе. Поэтому, если вам нужны сухие цифры, видео, увы, не для вас. Объем АЗУ, кстати, 3 гигабайта, что неплохо для среднего класса, а встроенный 32. Есть возможность расширения карточки microSD разъемом до 128 гигабайт вместо второй сим-карты. Смартфон работает на Android 7.0 Nougat, установленный поверх оболочкой Emotion UI 5.1. Я в каждом обзоре Huawei говорю, что это такое себе решение, но с каждыми обновлениями фирменный интерфейс становится аккуратнее и чище. Это не может не радовать. Однако, в целом, по части кастомизации, внешний вид и свобода выбора изменений крайне мало. Если вы предпочитаете дизайн в стиле голый Android или просто любите часто менять темы интерфейса, фирменный Emotion UI вас разочарует. Ну что, инстаграм-девы и инстаграм-парни. Говорим про камеру. Основная 12-мегапиксельная камера с ветосилой f2.2 и автофокусом позволяет получить вполне годные для инсты макрофоточки. А также неплохо получаются пейзажи на улице при достаточном освещении. В таких условиях камера способна удивить вниманием к мелким деталям и точной цветопередаче без приукрашивания. Ну а без света готовьтесь к обилию шумов, смазов, бликам и прочим непотребствам. 8-мегапиксельная селфи-камера UP10 Lite неплохая, но больше тут и нечего сказать. В общем, камеры тут отнюдь не фишка смартфона. Могло быть и лучше. Вот фишкой смартфона можно назвать сканер отпечатка пальцев, расположенный сзади. С его помощью экран разблокируется просто моментально. Такую скорость раньше я наблюдал только у топовых смартфонов. А его точность практически идеал. Напоследок пару слов о автономности. Батарейка емкостью 3000 мАч обеспечивает день использования смартфона, если он не постоянно в руках. В таком случае бояться внезапной разрядки вдали от розетки не стоит. Результат не выдающийся, обычный. Но если вам нужно экономить заряд по максимуму, есть режим ультра сбережения аккумулятора. Этот режим вполне удобен и полезен вдали от подзарядки. При его активации отключается все, остается лишь доступ к звонкам и сообщениям, контактам и еще трем приложениям, которые можно выбрать. А когда вы уже нашли розеточку, то зарядитесь с помощью функции Super Charge, позволяющую примерно за полчаса восполнить 40% аккумулятора. Это официальные данные, которые полностью соответствуют правде. Резюмируя, у Huawei P10 Lite есть как и весомые преимущества, позволяющие его воспринимать как нечто большее, чем рядовой китайский смартфон. Это как раз те черты, которые он унаследовал от флагмана P10. И о быстром сканере отпечатков, ускоренной зарядке, надежном стеклянном корпусе и в целом неплохих камерах. Хотя нет, основная камера тут могла быть лучше. Так и не очевидных минусах. Аккумулятор не выдающийся и не самый плохой. Производительность тут соответствует ценнику. Телефон получился компромиссным, но неплохим. Ну вот и все друзья, время пришло расставлять лайки и дизлайки, если понравилось или наоборот не понравилось. Все ссылки где купить по очень интересным ценам будут как всегда в описании. Кто досмотрел до этого момента, конечно же вы супергерой и пишите об этом в комментариях под этим видео. Большое спасибо за просмотр, ну а мы с вами совсем скоро увидимся. Всего доброго, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok